Кошмар! Сюр абсолютный! В жизни все так устроено, я имею в виду в политической жизни, что, конечно, финальное решение принимает первое лицо и на нем лежит ответственность. Именно он принимал решение о начале агрессии. Пишите в комментариях ваше мнение, о ком же говорит алкоголик Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич, он себе не изменяет. Видите, какую дистанцию, расстояние между журналюгами, пропагандюгами себе выбрал, чтобы не слышно было амбре, ну и вообще, чтобы какой-нибудь малярийный комар его случайно не укусил. Держит дистанцию, мечтает вернуться в кресло, которое ему никогда не принадлежало. Вообще, понятно, он говорит не о Путине, он говорит о Саакашвили, но каждый российский собачка-свинка-триколор должен понимать, что это правило универсально, особенно в диктаторских странах. За агрессию отвечает лично президенту, ну или его решение, оно соответственно финальное. Кто в России принял решение напасть на Украину? Думаем, вспоминаем. Был Совет Безопасности, где в открытом доступе ближний круг Путина фактически голосовал нападать или не нападать. Выяснилось, что в России нет мнений, есть только шершавые языки, которые вылизывают в жопу президента России. Дмитрий Анатольевич, он тоже не очень далеко от этого отошел, но делает он это как-то странно. Даже при понимании роли Соединенных Штатов, всякого рода визитеров, провокаций, ну это в конечном счете решение одного лица, руководителя государства. Вот, поэтому, значит, вот здесь из песни слова не выкинешь. Но то, что он психопат, человек, который имел неравновешенную психику, который принимал во время конфликта стимуляторы. Ну, согласитесь, вроде как он говорит о Саакашвили, но в связи с тем, что Саакашвили давно не является активным политиком, а стал политзаключенным, и его сторона, ну, по факту, по указанию того же Путина держит его в тюрьму. И в этом плане Путин, он, надо отдать должное, он беспощаден. Он когда-то хотел подвесить Саакашвили за яйца, и он это сделал грузинскими руками. Ну, мы с Гилой Васадзе неоднократно об этом говорим в наших утренних стримах по понедельникам. Но он говорит, что ответственность за президента. Ну, что это такое? Ну, по факту, это называется крышить батон практически в прямом эфире на Владимира Путина. Ведь каждый в России, ну, да, он, конечно, делает вид, что политика не интересуется, но в глубине души у него живет этот вот червячок, который спрашивает, а может наш президент идиот, маньяк, ну, можно любые диагнозы ему ставить, но факт остается фактом, что он банально хочет крови. Так вот, этот Дмитрий Анатольевич, ну, не знаю, очевидно, в хорошем настроении духа был, он начал размышлять о Грузии и, естественно, о войне с Украиной. Задался интересными вопросами, ну, значит, про такие вопросы войны и мира, существования. И автоматом начал опять же продолжать крышить батон на Владимира Путина. Это тоже нужно понимать. Ну, во-первых, это, прежде всего, это проявилось в ходе этого мятежа. Ну, его же не остановило ни военное, ни главное управление, так называемое, бывшее классическое главное разведное управление. Слушайте, когда они начали, пригоженцы начали выходить из Бахмута, ну, и они объявили вообще совершенно невероятную военную историю, так, нормальных таких действий, а мы вот уходим. Мы вот решили отдохнуть, немножко мы выходим. Так, ну, ГУ должно было с ними расправиться, а послали против них какого-то полупьяного полковника, который несколько месяцев назад, чтобы был где-то охранником на Урале, они быстро его ликвидировали. И это ГУ, значит, безусловно, главное управление военной разведки, сочувствовал, значит, в степени действия. Ну, мы же видели знаменитую беседу на этих самых, на скамейчиках, с семечками почти, генерал Алексеев. Нет, там скамейчки для покуривания, внутри штаба его. Нет, захваченного штаба пригожен. Захваченный. Да, отдайте нам, что я говорю, Герасим, забирайте их нахер. Кроме того, вся военная контрразведка ФСБ, она должна была, во-первых, предупредить этого заговора, если бы он не стал его подавить, особенно после того, как главнокомандующий выступил за статистическим приказом, уничтожить их предателей, разгромить и так далее. Вот. Понимаете, было, и мы с вами обсуждали, я повторю наши два основных тенни, было два заблуждения, основных и пригожен. Мы все время боролись. Громадное количество и российских, и украинских экспертов разделяло два тезиса. Первое. Да это все они согласовали с Путиным. Это все Путину нужно там ослабить шоу. Да, да, да. Ну вот сегодня, наконец, последние, последние адепты этого тезиса. Они отказались. Хотя в нем что есть истина. Началось-то, вспомните. Началось действительно с Путиным. Путин спустил и Пригожина и Кадырова, на этих самых, на, как он их называл, пи***а, пи***а Герасимова и пи***а Шойгу. Он их спустил в марте 22-го года. Ну, началось-то где-то в этот период, а пи***а достигла в октябре, когда была Харьковская операция, и Лапина, помните, иди, сука, с автоматом в окоп, блядь, и вот так это все звучало. А тогда почему нужно было? Ну, потому что классическая проблема Гитлера, фашистского режима, военное поражение под Киевом, кто виноват? Или фюрер, или тупые генералы. Поэтому он это начал делать. Но потом, конечно, конфликт зашел слишком далеко. Была попытка, вы помните, несколько раз снимали главнокомандующих. Сначала Пригожины и Кадыров добились, Суровикина поставили. Потом Шойгу с Герасимовым, знаменитая ночь с 10 на 11 января 22-го года. Я ее сравнил тогда, помните, с ночью длинных ножей. Ну, классический конфликт был между регулярной армией и боевиками. Эрнстром и генеральный штаб. Они тогда пришли к Путину, потребовали. Путин снял Суровикина, поставил обратно Герасимову. И они требовали оградить этот нападок Пригожина, но они сохранились и так далее. Так первые, то есть очень сильные группы Пригожина поддерживали и ФСБ, и военная разведка. А военная разведка всегда традиционно конфликтует с администрацией Министерства обороны. И Пригожин, он был инструментом, он озвучивал их тексты. Вот второй тезис, который меня просто бесил. Ну, первое, что это все это, а не с Пригожинского слова, с Путиным. А второе, что вот Пригожин, это ястреб, он требует продолжения войны более жесткими требованиями, более жесткими. Там, вплоть до ядерного оружия, его поддерживают все военкоры и так далее. Это так. У него была такая репутация ястреба. Вот это все это зэдбидло, и военкоровское, и такое гражданство. Я, наши друзья, знакомый с моей квалификацией социальной. Я еще 10% в нашем севере такое абсолютное зэдфашистское бидло. И для них, пригожин, был героем. ПОДПИШИТЬСЯ НА КАНАЛ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВІ ВІДОО, ПИШИТЬ КОМЕНТАРІ И ДЕЛИТЬСЯ З ДРУЗЯМИ. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Реквізити в описі до відео.